Творческие гости у нас в студии. И это приятно. Мастер-класс намечается. Будем делать игрушку. Ну а что, с одежды уже поработали, пластик поплавили. Дина Свалова, актриса театра для детей «Кенгуру» и её коллега Мария Мартынова сегодня вместе с нами. Доброе утро! Здравствуйте! Здравствуйте! Вот с этого и надо было начинать, да. Как настроение у тебя? Как тебя зовут, малыш? Кеша хороший! Кеша хороший! Хороший! Чего любит Кеша? Есть, кушать, а? Кеша хороший! Он только вот это умеет говорить. Ладно, Кеша, побудь сегодня дополнительным гостем в нашей студии. Мы же всем нашим зрителям расскажем о том, что можно сделать своими руками вот такую вот, да и любую другую красоту. Это что у нас, девочки? Фетр? Это нет, это флиз. Это флиз. Хорошо, флиз. Буду разбираться теперь. Да, вообще мы из театра «Кенгуру» и в нашем театре мы делаем всё своими руками. Это круто. То есть мы делаем это всё с любовью, всё продумываем для наших маленьких зрителей, чтобы им было интересно, вам же интересно. Конечно. Мне больше знаете, что нравится? То, что всё яркое, понимаете? Всё яркое, привлекает внимание. Всё вот так можно потрогать, смотрите. А здесь есть и пуговички, и можно с ними поиграть, и можно повзаимодействовать. Игрушка называется «Варюшка», да? Да, это перчаточная кукла. Так как вы делаете всё своими руками, забавляете, развлекаете всех ваших зрителей, и маленьких, и взрослых, да, то вы можете сегодня нам рассказать, как сделать игрушку своими руками. Конечно, конечно. Кстати, наши зрители обеспокоены, куда же пропал наш соведущий, член нашей творческой семьи, енот Веня. Вот, собственно, я предлагаю вам сегодня его и сделать. Да, мы тоже подумали. Дело в том, что мы и разрабатываем сами реквизит, и шьём, и поэтому мы решили вам разработать, взяли на себя смелость, разработать вам ваш маленький театральный настоящий реквизит. Мы сделаем вот такую куклу на пальчик, вот она. Вот такая куколка. Это наш кенгурёнок, а у вас будет свой енот Веня. Будем делать? Да. Давайте, отлично. Нам для этого понадобится. Нам для этого понадобится второй человек, кто с нами будет делать. Ну, я давайте буду. Отлично. Это будет енот Веня. Ну, у вас же двое ведущих всегда. Правильно? Ну, когда как это? Ну, вообще обычно... Сезонная тема у нас, сезонная. Ну, обычно у вас девочки всегда, поэтому мы сделаем енот Веня девочку. Да вы что? Давайте. Чтобы не скучал енот Веня, мы сделаем обязательно подружку. У нас есть заготовки, мы давайте их сейчас зрителям покажем. Ну да, я понял, да? Ещё не приклеенные, да? Ещё не приклеенные. Мы вместе сейчас будем с помощью специального клея, да? Да, обязательно. Слушайте, ну, по запаху этот клей напоминает один известный бренд, да? Так ли это? Или это всё-таки... Совершенно верно. Ну, и всё прекрасно. Значит, пользуйтесь любым клеем. Известным. Известным. Любому известному клею. Разрачным. Это немаловажно. Итак, заготовку нужно сначала вырезать, да, из кусочка ткани. Да, это фетр. Фетр, он очень благодарный. Для ребятишек он нравится, он мягкий, он не сыпется. И его удобно вырезать. Поэтому мы его используем. Вот у нас есть. Хорошо. Должна получиться вот такая вот, да? Да. Штучка. Да, да. Пальчиковый театр, вы его можете взять в машину. Я его делала таких маленьких, знаете, их называют бибобоши. Бибобоши. Да, бибобоши. Хорошее название. Фантазия у вас на уровне. Нет, 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 это не мы. Это не мы изобрели, да. А зря вы так скромно к себе сказали бы. Нет, это Сергей Образцов называл свою куклу на пальчик, да. Итак, вот такая заготовка. Заготовка, значит, была вырезана, иголка с ниткой между собой прошита. Для того, чтобы можно было вставить пальчик, да, у нас уже есть. Все, сейчас будем дополнять ее быстро и умело. Итак. Приступаем. Давайте. Давайте. Что сначала? Дина сейчас покажет. Сначала мордочку берем беленькую. Мордочку. Да. Ну, я вот делаю сначала, прикладываю. Это вот сюда куда-то, да? Ну, да, да, да. Вот так. Вот так, да? Это такой пазл мы будем забирать. Примерно, да? Вот. Наклеиваем буквально... Пару капель по контуру. Да, вот можете даже самим клеем брать, и это все так. Все. Правильно, нет? Да, прекрасно. Яну-то, Леню вспоминайте. Так, есть. Так, вот эти вот губки. Вот у меня розовые, у вас серенькие вот эти губки. Вот у. Это беленькое что? Пока положить. Это потом. Это вот так вот, да, пойдет? Да. Да, верно. Хорошо. Думал вчера вечером, чем займусь сегодня утром. А, оказывается, вот чем. Так. Пойдет? Отлично, похоже уже. Ну, все. Останавливаемся? Нет. Дальше? Дальше теперь ему мордочку вот сюда, куда мы носик наклеим. Так. Есть контакт. Угу. Вот так. Пойдет? Да, нам там еще глазки. Скажите, а по времени долго ли занимает весь процесс? Да, три минуты, сейчас все будет готово. Да, сейчас будет все готово. Где у нас? Какие? Вот эти, вот эти? Вот эти черные? Насик, 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 черненький такой пин. Как его? А, вот так. Тоже сюда вот пин. Вот так вот, да? Да. Вы когда не ставили рекорды? Что-то такое большое, объемное, теплое, мягкое, пушистое? Постоянно. Это наше любимое занятие, стоит рекорд. Дальше. Давайте ушки приклеим. Ушки, пожалуйста. Это вот это вот? Вот они, треугольнички, ушки прямо. Ушки малышки. В общем, пока наш дружочек, енот Веня, в заслуженном отпуске, мы делаем его прототип, копию. Чтобы не скучать. Пока можете придумать имя его подружки. Мы же не просто так вот, подружка Веня, ну тоже хорошо. Фетром правит любовь, поэтому для нашего друга, чтобы он не скучал, мы делаем вот такую маленькую копию. Сейчас, скоро вы уже увидите результат. Я так краем глаза подглядываю, получается очень красивая гламурная подружка. Фетра-то немного уходит, да? Очень немного. Покупаете целый набор и все. Потом пузика. Беленькая пузика. Так, слушайте, можно же кастомизацию делать и вот фетровая одежда. Сейчас вот тоже, я знаю, в моде. Она недорогая. Можно использовать ее. Нет. Забрал у папы любимую худи. Ну да. Вырезал. Так, дальше. Лапки. Лапки. Кругляшочки. Вот, кругляшочки. Это его вот. Кругляши. Да, он как будто бы сидит вот так вот, ну его лапки смотрят на нас. Нижние лапки. Ага. Задние. Точно. Точно. У нас нижние вообще задние. Так. И вот эти вот половиночки, это будут его по бокам лапки. Он может вот так на пузико их складывать, да, то есть вы можете ему характер уже придавать. И вот он сам решит, что с ними делать. Правильно? Ну, это тоже хорошо. Самое главное, да, сделать. Ну, знаете, у него там... Иван, какие испытываешь эмоции от процесса? Я эмоции испытываю, хочу все успеть сделать. Мы все успеем, смотрите, вот раз. Хвостик полоски, следом тут же полоски. Мне кажется, это очередной рекорд. В этот раз по скорости. Конечно, надо сделать и все. Раз и все. И глаза тоже. Глаза-то вообще капелюшки, да, тут нужны? Да, да, да. Какой стороной-то и... А вот там вот углубление. Так не замазаться не получится. А ты потом, бутыл, потом так, ручками раз, 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 и скатали. Так. Так. Глаза, короче, самые ответственные. Ну да, это уже характер. Вы знаете, вот когда куклу доделываешь, и самое ответственное, это действительно сделать глаза. Потому что глаза, это зеркало души не только у человека, но и у куклы. Сейчас, подождите. Подождите. Ловим. Есть контакт. Так. А потом, если что, доклеим. Правильно же? Ну, конечно, уже он готов, он уже имеет характер. Все! Что еще надо сделать? На пальчик. Можно полосочки? Полоски. Вот сюда, да? Конечно. Ну, вот так. Енот без полосок. У нас девушка-то все время ждет мужчин. Пусть ждет, пусть ждет. Это тот случай, когда она собралась раньше мужчины, понимаете, что делать? Енот Веня никак не может вернуться из отпуска. Да, 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 да. Будет знать, как нарушать традиции. Значит, я вам хочу сказать так. Имя еноту Веня придумали не мы. Поэтому пусть ему, его подружке, тоже кто-нибудь придумывает им. Вот так я вам скажу. Прекрасно. Ну что, надевайте. Сейчас все надо еще раз проверить. Так. А как называется, вот когда озвучивают и когда рот не шевелит? Привет! Это червовещание. Привет! Здравствуй, Веня! Ты где была? Я? Я тебя ждала. А ты где был? Я с мужиками был. Ай-яй-яй! Веня, Веня, я тебя жду, жду! Ну, дождалась? Дождалась. Давай, обнимемся. Давай. Ура! Теперь мы вместе. Ура! Ну, конечно же, у вас более богатый текст и прямая речь. Правда же, когда вы делаете представление для ваших зрителей? Сколько вообще у вас кукол на сегодня-то уже сделано? Очень много. Мы даже не будем считать. Не считаете? Нет, конечно. А не делитесь с теми куклами, которые уже в репертуаре-то не заняты, а? А мы их, да, мы их ребятишкам выкладываем, они играют тоже, снова продолжая вторую жизнь, потому что, да. Но расставаться с ними мы не расстаемся. Вот это члены труппы. Ну, конечно, ну это сделано все, конечно. А как это кому-то отдать? Тем более, что эти куклы могут быть использованы не по назначению. Правда же, пару раз поиграют и забудут, да? А у вас они в театре могут и вновь, и вновь принимать участие в разных постановках. Да, совершенно верно. По продолжительности сколько в целом спектакль занимает? Ну, 40 минут. 40 минут, да? 40 минут и где-то еще минут 15, чтобы ребятишки сами поиграли. То есть у нас есть третья часть спектакля, у нас есть реквизит игровой в самом спектакле, и есть реквизит после спектакля, который мы разрабатываем специально, чтобы дети доиграли, дощупали то, что они видели на сцене. Не только игрушки используют. Здесь прямо хочется уточнить, что спектакли-то мы делаем для самой маленькой аудитории, для ребятишек, ну, буквально с годика к нам приходят. Ну, глядя на таких, ну, понимаешь, да, что не для пенсионеров, понимаете? На самом деле, на самом деле спектакли наши построены так, что мамы, которые приходят, мамы, папы, бабушки, дедушки, неважно кто, все, кто приходят с ребятишками на спектакль, тоже с открытым ртом наблюдают за действием. Потому что актеры, которые играют в спектакле, они играют так, что интересно смотреть, независимо от вас. Творческих вам успехов и спасибо за маленький мастер-класс, с которым вы сегодня к нам пришли. Подложим программу.